Мы продолжаем с помощью Всевышнего перевода Таргумункилоса к недельным главам. И сегодня мы с вами переведем без Раташем начало главы Ятро. Урок посещается. Ушма Ятро раба де Медьян. Услышал Ятро, видите, он переводит слово Кохен как раба, лидер Медьяна. Это интересно и поучительно, потому что вообще Коэн в Торе может значить, конечно, как правило, священник. И если это священник идолопоклонства, то перевод Ункилоса, как правило, Коханим, например, в Египте, которые там землю свою не отдали фараону, говорится, они были Кумрая, это перевод на арамейский, Коэнов, идолопоклонников. А Коэны обычные, Лихавдил, наши Коэны, которые служили Всевышнему, они просто в Торе обычно переводят Ункилос как Коэн, такое же слово на арамейском, как на иврите. А вот, скажем, интересно, что когда Авраам встречается с Малкицедиком, согласно некоторым из молодежи лицов, это был Шем, во всяком случае, говорится, что он был Кохен Лекелельон, Коэн Всевышнего Бога, так там, что интересно, просто используется выражение Ункилоса, который служит перед Келельельон, Мишамеш, да, вообще слово Кохен, да, как глагол, что ли, он переводит, или как недословный перевод, а объяснение. В общем, не очень понятно его общий, так сказать, подход, но что интересно, когда Йосеф женится на дочке Потиферы Кохен Он, уж он-то точно поклонялся идолам, да, Кохен Он, усвященник какого-то, да, города Он, и каких-то языческих богов, или языческого бога определенного, и тем не менее Ункилос и там переводят Раба, что интересно, да, Потифер, он тоже называет Раба де Он, да, лидером, как бы, главой. Обычно предполагают, что это из уважения, из уважения к Моше, из уважения к Йосефу, говорится, что их тести были великими, да, как бы, лидерами, они не переводятся до слова Комер, Комер это все-таки негативное слово, да, священника этого поклонства. Вот, но в случае Йитро, на самом деле, многие из Хаза считали, что он уже был монотеистом в любом случае. Если он уже был к тому времени монотеистом, тогда Коэн Он, то есть Коэн Медьян, да, священник Медьяна, будет иметься в виду не священник, там, у них, в всяком случае, Медьяне, священники, там, поклонялись Идову, видимо, а именно Раба, да, просто лидер Медьяна. Вот, или он был Коэн действительно, потому что он продолжал служить, только теперь уже Легавде он служил одному богу, единственному настоящему богу, что до этого он тоже был священником, и потом он был священником, да, сегодня тоже бывает, что какой-нибудь католический священник, например, приходит вудаизм и становится священником, ну, он не становится Коэном, но он может стать Равином, например, да, то, что сегодня эквивалент ближайший священника, да, в том смысле, что у нас нету все равно храма, поэтому кто служит перед Всевышним? Равины, да, у нас Коэны, у них только небольшие привилегии, там, первым быть вызванным в Торе, да, а по-настоящему, да, наши священники сегодня это наши Равины. Вообще слово священника, оно, как я сказал, более-менее общее в Торе. Например, говорится, что до Давида у него были дети священники, у него были дети не Коэны, потомки Арона, это были его дети, у него из Игуды, но они были лидерами, видимо, Коганим, да, то есть Коэн здесь, Ункерос понимает, как в общем лидер. Между прочим, есть Михилти как раз диспут, он Коэн в том смысле, что он именно уже Всевышнему поклонялся, или он все еще поклонялся тогда силам другим каким-то, в которые он еще верил. Ведь мы не знаем, на самом деле, и самой Торы, в какой момент Ятро стал монотеистом. Мы увидим позже из того, что он скажет, выглядит, что он еще все принимал, что есть какие-то другие силы, и просто сказал, что Всевышний самый большой бог. Но, конечно, как мы увидим, Ункерос будет переводить недословно эту фразу. Итак, услышал Ушма Ятро и Раббада Медьян, да, лидер Медьяна, да, глава Медьяна, Хамугида Моше, тесть Моше, яд Коля Деавад Хашемли Моше, все, что сделал Всевышний Моше, ули Исраэлямей и Израилю и его народу, ареапек Хашем яд Исраэмю Митсраем, что Всевышний вывел евреев из Египта. Кстати, отсюда Рамбан склоняется к тому, что написано Паша Ятро по порядку хронологическому, что он таки пришел до дрования Торы. Так что иначе, почему описывается, что он только услышал все, что Всевышний сделал, когда вывел нас из Египта, и дальше Моше тоже будет рассказывать про то, что Всевышний сделал, да, сибирейским народом, и Итро будет радоваться. Почему нигде не упоминяется, что Тору Всевышний нам дал? Значит, выглядит, что Итро пришел до дрования Торы. Не как те мнения, у Хазара же был диспутный отчет, но есть мнение, что Итро пришел после дрования Торы, но тогда непонятно, почему нигде не упоминается, что он это услышал тоже, про дрования Торы, или что Моше им это рассказал. Такую великую вещь. Итак, Удевар Ятро, и взял Ятро, Хамуги де Моше, тесть Моше, Я Ципура и Тат Моше, Ципуру, жену Моше, Батар де Патра, это наша Гирса, я использую сейчас арцкромовский хумаж, и тут Гирса, после того, как он ее фактически с ней развелся, да, Патра, это обычно имеется в виду, развелся. На самом деле у Хазар тоже есть диспутный этот счет, что он, мамыш, не развелся, Моше, видимо, не зная, чем дело кончится, и будет ли он когда-либо снова воссоединиться со своей семьей, может быть, когда он шел в Египет, он не знал в результате, будет ли Ципура, да, когда он ее отослал, будет ли Ципура когда-нибудь присоединиться к иудаизму, и примет ли Геюр, или она останется уже своим отцом. Вот. Но есть мнение, что он, на самом деле, просто ее отослал. На Иврисе написано «Шелухеа». Он ее послал. Не факт, что это имеется в виду развод. Вот. Это тоже диспут в Михилте, и Ункилос в нашей версии, Ункилос, похоже, склоняется к тому, что Моше, Мамыш неформально развелся. Но есть и в Ункилосе другие гирсы, есть и наскрипты Ункилоса, в которых написано «Батар де Шалха», или что-то такое, что такое же слово, как и на иврите «Шелухеа», которое тоже может значить и то, и другое, в общем-то. Но Патрая, это без сомнения подчеркивает именно, отпустил ее в смысле развелся. Гет Патурим называется гет у нас, да, гет это арамейское, вообще-то, еще из другого там языка, из этих мест. Гет-то было какое-то слово в Василии в свое время, деловая бумага. У нас тоже этот гет, это не только развод, это вообще деловая бумага. Полное название его, тот гет, с которым именно разводятся, гет Патурим. Батар де Патра, когда он ее отпустил, то есть развелся. Вият Трейн Бена и два ее сына. Меня спросили, почему это называется ее сыновья. Это же его сыновья. Кстати, мне кажется сейчас, что если действительно правильное Гирса Ункилоса, что он развелся, и как мнение среди мудрецов, как я сказал в Михилте тоже, что он развелся с женой, тогда может теперь они называются ее сыновьями. Вообще есть такая идея, у нас же в еврейском законе, это уже после дарования Торы, до дарования Торы неизвестно, как это все работало, потому что фактически евреи еще не были евреями, если можно так сказать. Мы все как бы перешли в удаизм в момент дарования Торы, как Азагай, что были те же процедуры сделаны, которые сделали наш весь народ герем в каком-то смысле. В всяком случае, когда еврейский народ получил Торы, то мы знаем, что идет по матери еврейство. То есть ребенок от нееврейки, он не еврей. Так вот, если действительно может с ней развелся, то он может быть действительно считал, что если она останется в результате со своим отцом, и ее дети никогда в удаизм не перейдут, то фактически это ее дети, а не его. Он же знал, что еврейский народ примет Тору на горе Сина, и соответственно мы все станем герем, а это будут ее дети. Поэтому сейчас они как бы именно связываются с ней. Может быть простой смысл он называется ее дети, потому что она их в основном растила. Тем более, что он их не видел уже больше года. В общем, значит, взял Ятро с собой. Ятро решил вернуть назад жену Моше, и она, видимо, выбрала стать снова его женой и воссоединиться, если действительно это был развод, как я сказал. Поэтому Ятро взял ее, ее детей. Дишумхат гершом, ареамар, даяр гавейти бяра нухра. Одного зовут гершом, потому что он назвал его, что он был чужестранцем на чужой земле. Интересно, видите, в арамейском как бы игра слов, подсказка слов, кантемология слова пропадает, как обычно. Что на еврейском, гер хаити беер эстенухлия, поэтому гершом, гер как бы шам, там я был гером. А на арамейском это не сохраняется. Даяр, гер здесь, живущий где-то. Вишумхада второго звали, мы впервые, кстати, узнаем имя второго сына Моше, хотя бы помянут он, возможно, уже был, скорее всего, по многим комментариям. Это был как раз тот сын, которого обрезал цепора в свое время, но первый раз вспоминается его имя. Оказывается, его зовут Элиезер. Аре-элока-де-аба-ха-ва-беса-ди, так как бог моего отца был мне в помощь. Опять же, пропадает игра, подсказка слов, Хели-эзер, мой бог, мне помощь. Значит, бог моего отца был мне помощью, висший звание и спас меня Мехар-ба-де-паро от меча фараона. Может быть, поэтому упоминается снова этимология Гершом, чтобы упомянуть заодно Элиезера, в смысле, иначе мы не знали, почему назвал Моше Элиезера так. Гершом мы уже знаем, почему он так назвал, раз уже упоминается Элиезер, заодно Тора снова повторила, почему назван Гершом так. Видите, вот здесь говорится его сыновья. То есть, здесь, видимо, подчеркивается уже в Торе, что все-таки они Моше тоже сыновья, не только Яцепоры сыновья. Да, что... Как Раша объясняет, что если... хотя бы ради своих детей, да, прими меня. Этро же не знал, как к нему отнесется теперь Моше после всего, что произошло, и, как я сказал, еще не очевидно, какая была Гошкафа у самого Этро в этот момент, и был ли он уже полным андотеистом. У Витате Ле Моше, его жена, да, к Моше всех повел. Тут есть Гирса, Вункилса, Леват Моше. Это, в принципе, то же самое значит. Ле Мадбара, Диху, Шарей, Шарей, Таман, Летура де Идгали Алоги и Карат Дагашем. Видите, это обычно он так переводит. Опять же, не сам сегодня, как бы его слава открылась на этой горе. Он привел их, пошел в сторону пустыни, где находился Моше, там, где, на горе, на которой открывается, откроется слава Всевышнего. Если он пришел уже после дрования Тора, то уже на этой горе было дрование Тора. В любом случае, там, Моше уже получил свои первые пророчества. Ваамарли Моше, искал Моше, ана хамуха, хамух ятро, я твой тесть ятро, а ты леватах подхожу к тебе. Есть, кстати, здесь Гирса, почему-то мой отскро тоже это не приводит, но тут отит или отей, это в настоящее время или в прошлом времени, подошел или подхожу. Он послал, видимо, через посланника, что я скоро буду. Прими меня. Ведь татах, твоя жена, утрен бена и ма. Твоя жена и ее двое детей, что знаешь, что не меня, так их прими. Он и фак, Моше, Моше очень их встретил тепло, очень обрадовался, видимо. Он вышел в ликадмут хамухи в сторону встретить своего тестя. Усэгиду нашикли, он поклонился и поцеловал его. Ушиилу геварли хаврей лешлам, они друг друга спросили и зашли в шатер. в шатер. Ушиилу и поцеловал и поцеловал своему тексту и от коль диават хашем ли фараону все, что сделал всевышний фараону улемицраей и египтянам, алисак и сраэль насчет евреев, и от коль акта ди ашкахтун беорха вешезванун хашем. Все несчастье, все те проблемы, все эти перетрубации, которые у них были в пути и Всевышний от них всех нас спас. Такие вещи, как, например, война с Амалиаком. В Эхаде Етро обрадовался Етро это Ваихад видите, он по-рамейски переводит дословно красный иврит это редкое слово говорят, что происходит слово хэдва но у Раши есть там драж что на самом деле у него мурашки пошли тоже когда он услышал какая участь постигла египтян. Обрадовался Етро Аль-Коль Тавата Ди Ават Хашем за все хорошее что Всевышний сделали Исраэль евреям Ди Шезвей Мия-Даду Митрай что он спас их от египтян. То есть не то, что обрадовался несчастью египтян а обрадовался тому, что Всевышний спас евреев от египтян. Тоже как и от Хазаль особенно радоваться когда убивают даже врагов не следует это не так очевидно какая должна быть реакция. Например много немцев погибло во время Второй мировой войны. Среди них были люди в общем-то и невинные тоже. Таковы правила войны невозможно только атаковать виновных. И даже когда виновные погибают то тоже во всяком случае было бы лучше если бы можно было обойтись тем что люди бы сделали шуву например и тому подобное но бывает что нет другого выхода необходимость наказать. который спас вас от рук египтян у мейда де фаро и от руки фараона де дишейзив ятама митыхот марват митрай что он спас народ от владения яд так переводит здесь не дословно а по контексту марват митрай власти египтян кан ядана теперь я знаю арей раф ашем то что силен севышний заметил он теперь перевод не дословно как я уже сказал вилейт эла барминей нет другого бога кроме него арей бепидгама де хашиву митрай лимидан яд есраэль что так как хотели египтяне евреев наказать бей данину так их он судил может быть подсказка на то что евреи когда-то были сброшены в реку еврейские мальчики бросали их в реку а теперь они сами погибли от воды вот что на самом деле написано в Торе да ядро сказал что я теперь знаю говорит что Всевышний больше да гадоль хашем чем любые другие логин другие бога другие силы то есть совершенно не очевидно что это сказано монотеистам в этот момент еще но Ункилос видите как перевод я теперь знаю что Всевышний велик и нет другого бога кроме него не дословно переводит опять же я уже говорил не раз что многие переводы Ункилоса рассчитаны на то что должен слышать простой люд и из-за этого приходится иногда переводить да рамейские они знали евриты они не очень знали поэтому приходилось переводить не всегда дословно да и вот вторая часть Ункилоса то что тоже хидуш что они он переводит то что в ритм просто написано то что они сделали специально против вас Ункилос хочет сказать что это было именно как они вас мучили так они и сами были судимы Ункилоса 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 и взял тогда ядро тесть Моше Алаван это жертвы определенные всесожжения Венихсад Кучин это так он всегда переводит жертвы Шламим на Нихсад Кучин Звахим здесь те жертвы которые едят Аллот это те которые не едят а просто сжигают на жертвеннике так вот обычно неевреи по еврейскому закону и сегодня неевреи могут приносить жертвы Всевышнему это нам нельзя только в храме можно приносить так вот в принципе их жертвы это Аллот именно а ядро здесь видите он в этом как еврей себя ведет что он уже приносит жертвы которые также едят обычно объясняют вот как что обычно служители культа разных религий предположение что между духовным и физическим нет ничего общего есть чисто духовность чисто физическая поэтому жертвы они должны быть полностью идти туда только поэтому у них часто священники например они не могут иметь детей да не могут жениться а у нас идея что мы поднимаем физическое поэтому есть такие жертвы которые едят сами люди как говорится куханим охлим баалим метхаплим да с тем что едят люди может это тоже принести исправление наверху так вот получается что для нееврея именно жертвы это Аллот обычно а для нас это и Аллот и Звахин улот и Шламим поэтому есть вот диспут этот связанный диспут тоже с тем когда именно Етро пришел после дрования Тора или до потому что не факт что вообще евреи могли приносить до дрования Тора и приносить жертвы Шламим это тоже отдельный диспут в Талмуде соответственно связан с диспутом когда пришел Етро значит Кадам Гошем перед Всевышним Вата Арон Вихоль савей Исраэля Пришел Арон и все старейшины Израиля Лемехаль Лахма Кушать хлеб Им хамуги Дамоше Кадам Гошем С тестя Мошем перед Всевышним Вахава Биема Дамо И было на следующий день Ветев Мошем Лемидан Ятама И сел в Мошем Судить еврейский народ Векам Ама Илавоги Стоит народ Над ним Дамоше Минцафра Адарамша От утра до вечера Вахазах Амуи Дамоше Увидел это все Здесь Моше Ятколь дзигу Авет Все что он делает Ляма Народу Ва Амар Говорит Мапит гамаха Дэйн дзят Авет Что это ты делаешь Ляма Народу Мадэйн Ат яте Велходах Вихоль Ама Каймин Илавах Да что это ты Сидишь один А весь народ Над тобой стоит Минцафра Адрамша С утра до вечера В Амар Мошем Отвечает Мошел Лахамму И своему тесте Аре Атан Левати Ама Лимитба Уфан Уфан Минкадам Ашем Потому что приходит народ Передо мною Узнавать Лидро Шелуким Он переводит Лимитба Уфан Требовать Учение Перед Всевышним Минкадам Ашем Искать Всевышнего Дословно В каком смысле Искать Искать Его учение Когда у них Суд Тяжба Атан Левати Они приходят Возможно Это две разные вещи Есть люди Которые приходят Учиться Если у них Какие-то Эхологические Вопросы Есть люди Которые приходят Из-за суда Какого-то Есть мнение Раши так считают Что это происходило Уже после Дарования Торы Все Даже если Минитро Пришел до Дарования Торы Просто Как обычно Тора заканчивает Одну История Рассказывает Другую Что Тора Уже была дана Между тем И теперь Моше Сидит И обучает Еврейских народ А также Отвечает им Судит их Случай тяжбой И Минитро Это все не понравилось Что Надин Все это делает Я им сообщаю Законы Всевышнего И его Тору И тогда Говорят Вот есть Дамоше Лей Латакен Питгама Диатавед Нехорошо То, что ты делаешь Слово Тов Здесь переводит Как Такен Неисправлено Лотакин Как Тикун Тоже Тот же корень Нехорошая Это вещь Неправильно Милятилей Ты устанешь Афат Афама И ты И весь народ Хадейн Этот Диимах Который с тобой Арей Якир Минах Питгама Это слишком Тяжелая вещь Для тебя Лотикуль Лотиколь Лемебдей Бельходах Ты не можешь Ее сделать Все один Кан Кабель Мини Сейчас послушай Меня Прими От меня Дословно Слово Слово Шма Часто Переводится Как Кабель Прими Не просто Услышь А прими К сердцу Мини О малхинах Я тебе посоветую Всевышний тебе поможет Хэвей И И Соответственно Будешь Приводить Слова Всевышнему Слова Народа Всевышнему Ветазгар Ятхон Яткая Май Ты будешь Их изучать Предупреждать Учить Чтобы они Делали Как положено Это все Дословно Ветазгар Будешь Их Предупреждать Чтобы Они В отношении Этих законов Кая Май Ятур Айта И Тору Хуким Этурот Так переводится Утегода И будешь Сообщать им Легон Яторха Ягахун Ба Путь По которому Они должны Ити Виято Вода Дия Авдун И То что Они должны Делать Виат Техезем И колям И ты посмотри Из всего Народа Гуврин Дехейла Аншей Хайл Он переводит Дословно Вообще Это слово Не очевидно Что значит Хайл В разных местах Я Интересно Видел У Рава Сороцкина Что Аншей Хайл Здесь Носится Именно К полисменам Скорее Чем К Шотрим С Блюстителям Порядка Скорее Чем К Судьям Что Они Будут Четыре Выражения Подошли К четырем Видам Судей И Блюстителей Порядка Шотрим Шотрим Сильные Люди Уверены Уверены Деньги Вообще Деньги Неприят Судья От него Деньги Если Он Оказался Виновным И Он Не платил Пока Его Не Засудили Не Заставили Платить То Это Уже Не Должен Такой Судья Судья Кошерный Он Сам Отдаст Скорее Деньги Чем Возьмет Даже Даже Если Не Уверен На Сто Процент Лучше Всегда Отдачу Взять Вдруг Окажется День Который Тебе Не Принадлежат Ненавидят Ненавидят Как и перевода Умки Лас Умки Ненавидят Получать Деньги Утимане Легон Ты их Поставишь Над Назначишь Над Ними Рабане Алфин Рабане Мавата Рабане Хамиши Рабане Сорията И Тысяч Сотен Пятидесят И Десять Но Есть Диспут Что это Точно Значило И Почему Нужно Так Много Людей Не Все Они Были Похожи Судьями Многие Из них Были Похожи Учителями Торы Так Гра Считает А Каждые Десятые Это Видимо Были Именно Блюстители Порядка Таких Нужно Много Чтобы Проверять Меры Весов Например Позже И Все Остальное Следить За Порядком Кажется Что Каждый Десятый Слишком Много Но Ведь На самом Деле Мы Не Включаем Женщин И Детей Поэтому Каждый Десятый На Общее Число Евреев Приходилось Уже Не Каждый Десятый А Может Каждый Тридцатый Или Сороковой Или Даже Пятидесятый В Среднем Поэтому Это Уже Не Так Уже Много В В пустыне У них Все Что Они Были Очень Заняты В Любом Случа Могло Быть Очень Много Людей Которые Следили За Порядком Например Но Как я Сказ Другие Объяснения Вообще Что Значит Эти Выражения Главы Десяти Может Иметь В Люди У которых Подчинение Десять Например А Сколько Всего Тогда Непонятно Это Не Каждый Десятый Еврей По Объяснению Ватах Тогда Все Важное Яйтун Леватах Они Приведут Перед Тобой Мелочи То Что Они Легко Могут Сами Судить Они Будут Судить Объяснение Менах В Соврун Имах Облегчат Твою Долю И Будут С тобой Вместе Тянуть Так Сказ На Ермо Видимо Им Яг Пит Гамах Адэйн Та Бед Если Ты Сделаешь Эту В Ефаг Динах Ашем Витик Коль Ле Мейкам Тебе Всевышний Ну Дословно Да Он Переводит Слово Цифха Элуким Да В Ефаг Динах То есть Поверить Тебе Всевышний В смысле Что Соглашение Всевышнего Все Это Проверь Да Если Всевышний Согласится С этим То Тогда Сможет Выдержать Всю Эту Ношу Музик Коль Микам Ты Выдержишь Ах Коль Амах Адэйн Аля Трей Это Все Дословные Переводы Весь Тот Народ Пойдет На свое Место С Миром И На этом Заканчивается Наш Урок Народ Народ Редактор Корректор 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 Корректор